Болельщики футбольного клуба Тюмень еще не отошли от драматичной концовки сезона предыдущего, так уже подкрался нынешний. Задача выхода в ФНЛ не выполнена, поэтому ряд ключевых игроков покинули команду. Кто пришел им на смену? Как новички проявили себя в первых контрольных матчах? И когда увидим черно-белых в боевом состоянии? Сейчас расскажем. Футболисты Тюмени вышли из отпуска. Уже через несколько дней стартует новый сезон. Подошел он неожиданно, благодаря странному решению Российского футбольного союза. Пора официальных поединков начнется с самой далекой стадии – 1-256 финала Кубка России. Хотя даже любительский Ильпар из Ильинского первый круг пропустит. Как так получилось, времени выяснять нет. Ведь уже 14 июля Тюмень сыграет в Перми, где соперником станет возрожденный Амкар. Сейчас важнее сделать выводы по прошлому сезону, чтобы в нынешнем удалось выполнить нужную задачу. Ну, выводы, наверное, одни, что до последнего тура, скажем, не оставлять такой, да, на решающий матч. Потому что оно и психологически тяжело, не только на меня, наверное, давит и на всю команду. Цель выхода в ФНЛ сохранилась. Главное – не доводить все до последнего тура. Первый контрольный матч подопечный Игрим Менщикова дома провели против «Пермской звезды». Состав перед сезоном, как мы уже привыкли, преобразился. Но главное – удалось сохранить нескольких лидеров. Пишем обрадовать. Максим Казанков и Данил Карпов продолжат выступление в стане черно-белых. Сейчас главная форму набрать. Все новичков немало. Стараемся друг друга понять. Новички, про которых говорит Карпов, это полузащитники Артур Рибакобаленко и Артемий Малеев, а также вратарь Станислав Антипин. Все трое уже имели отношение к клубу. Если Рибакобаленко играл за тюменцев в ФНЛ не так давно, Малеев же выступал за черно-белых 9 лет назад. В матче против «Звезды» Артемий взял на себя роль плеймейкера, развивая все атаки. По признанию игром Менщикова, именно в нем видят замену ушедшему Александру Каратаеву. Ховбек оправдал слова тренера и забил. Станислав Антипин – воспитанник тюменского клуба, но за основную команду пока не играл. В родной город вернулся из астраханского Волгаря, выступающего в ФНЛ. В лучшей лиге мира играл довольно неплохо, в среднем пропуская лишь один мяч за игру. Я не считаю, что прям на такое понижение пошел в хорошую команду, пришел к тренеру, у которого очень хорошо, в принципе, Рос прогрессировал. Поэтому я надеюсь, что наоборот, это будет толчок, толчок вперед какой-то. Антипин известен благодаря званию «Грозы пенальтистов». Представляя Ярославский Шинник, в матче 1-8 финала Кубка России он в одиночку выбил Нижний Новгород, отразив три послематчевых 11-метровых. Отменную реакцию Станислав продемонстрировал и в матче против «Звезды». Данилу Карпову забить «Звездей» получилось лишь из-за фсайда, но в таком матче это неважно. Все равно сомнений в нем нет. Ведь по окончании прошлого сезона Карпов получил сразу две награды – лучшему бомбардиру и лучшему молодому футболисту турнира. Нет, вообще не праздновал. Не вижу смысла. Самую важную награду мы, так сказать, упустили. Но это будет нам опытом. Больше таких ошибок повторять не будем. Контрольный матч «Сибиряки» завершили с хорошим настроением, разгромив Пермяков 3-0. Помимо Артемия Малеева отличились игроки, находящиеся на просмотре. Получилась хорошая тренировка перед «Амкаром». Интересно, что в случае победы в одной 256-й стадии Кубка России Тюмень вновь ожидает матч со «Звездой».